В Волгограде состоялась научно-практическая конференция, посвященная программе модернизации химпрома. Напомним, уже несколько лет долги предприятия растут как снежный ком. Химпромы замораживали счет, говорили о закрытии, об увольнении пяти тысяч рабочих. Сейчас предприняты первые меры по выводу предприятия из затянувшегося кризиса. В обсуждении концепции стратегического развития, подготовленные топ-менеджментом завода по поручению правительства Российской Федерации, приняли участие представители областных и федеральных властей, научного сообщества, госкорпораций Ростех, компаний-партнеров и общественных организаций. С января месяца мы перешли на прямые продажи. Это дало в районе 12 миллионов по месяцу. Мы сделали конкурентный закуп. На сегодняшний день ежедневно отрабатывая эту систему, создавая расширенный круг поставщиков, мы достигли тоже в пределах 10, 13, 14 миллионов экономии по месяцу. С марта месяца с баланса предприятий 56 производств. Это дает эффект 1,7 миллиона рублей в месяц. Отключили полностью по энергетике. Планомерно с января месяца за 6 месяцев снизилась численность на 314 человек. Здесь нельзя говорить о том, что мы огульно сокращаем численность. Да, мы сокращаем обеспечивающий персонал. Ни одного члена технологического персонала мы не сокращаем. Кроме того, занимаемся минимизацией потребления энергоресурсов. Сократили в этом году потребление газа на 142 миллиона за первое полугодие. Начали регулярно платить или частично на сегодняшний день за потребление электроэнергии. 140 миллионов мы выплатили, включая мая. Пытаемся увеличивать объемы производства. В июле месяце это составляет 332 миллиона рублей. Пытаемся расширить линейку продукции. В то же время рассматриваем ситуацию сдачи в аренду нами неиспользованных помещений. Самая большая проблема энергетики. Тарифы, которые на сегодняшний день существуют, не позволяют нам на сегодняшний день работать безубыточно. На рубль готовой продукции наши затраты составляют там рубль 50, рубль 56. Это невозможный вариант существования правильного нормального действия хозяйственной деятельности. При тех мероприятиях, которые мы проводим, объемы производства, ценовая политика, на закупе, экономии электроэнергии и газа. Но в целом это не дает. Это обозначает тенденцию движения к улучшению. Но реально контур безубыточности без конкретных решений по ценам энергоносителей это сделать невозможно. Поэтому предприятия находятся в конкурсном производстве. И поэтому все-таки есть желание у коллектива выделить определенные направления, выделить движения, которые необходимы. Согласно докладу исполнительного директора, в июле запланирован выпуск продукции на 332 миллиона рублей. Поступление денежных средств в сумме 383 миллиона рублей. Предусматриваются платежи за электроэнергию и газ всего в размере 144 миллиона рублей. Еще нужно заплатить налоги и зарплату. Даже непрофессионалу понятно, что этих денег мало. С целью стабилизации ситуации был разработан план, который должен вывести завод из кризиса. Основная концепция программы оптимизации заключается в закрытии нерентабельных производств, сохранении ряда импортозамещающих и рентабельных производств предприятий на срок 3-4 года. С их последующей остановкой и ликвидацией по мере осуществления поэтапного перепрофилирования и модернизации производственного комплекса. С переводом персонала на новые производства предприятие предполагает закрыть нерентабельное производство экспортного 3-хлоротилена, прекратить выпуск хлороформы, вывести из производственного контура производство товаров бытовой химии, саполимеров и прочей продукции. Суммарно за весь цикл антикризисных мероприятий предусматривается остановка и списание мощностей 60 производств, включая те производства, которые, как уже было сказано, проходят процедуру закрытия в настоящее время. В то же время на предприятии планируется модернизация существующих и создание новых производств в два этапа. На конференции была представлена блок-схема концептуального завода. Научные сотрудники предприятия предлагают наращивать выпуск импортозамещающей продукции, планируют создать производство субстанций для фармпрепаратов и современных средств защиты растений, развивать ацетиленовую химию. По предварительным подсчетам, чтобы воплотить это в жизнь, потребуется 25 миллиардов рублей. В настоящий момент ведутся поиски инвесторов. Чтобы их найти, предприятие должно зарекомендовать себя как надежное, перспективное и прибыльное. Учитывая долг в 10 миллиардов рублей, бездействие и чехарду первых лиц химпрома на протяжении долгих лет, задача по выводу предприятий из кризиса предстоит сложная. Хочется верить, что при поддержке областных и федеральных властей решения, принятые на конференции, не останутся на бумаге.